Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кирове через суд удалось закрыть 15 магазинов в 24 часа. Чтобы закон о запрете торговли в жилых домах заработал, пришлось выработать новую схему. Как пояснил на заседании Гордумы начальник УМВД по городу Кирову Александр Вдовкин, сейчас полиция после выявления нарушения сразу готовит иск. Через прокуратуру он направляется в суд, который уже принимает решение о запрете торговать алкоголем не ИП, а в конкретном помещении. По такой схеме удалось закрыть уже 15 магазинов. На месте некоторых точек торговли алкоголем работают предприятия другого направления, сообщили в городадминистрации. В Москве работает магазин с товарами кировского производства. На полках «Вкусновятки» широкий ассортимент продукции именно кировских брендов. «Здраво», «Вятушка», «Вятич», «Дорониччи», «Кировский мясокомбинат» и других. Ассортимент регулярно пополняется, пишет бизнес-события региона. По словам руководителя магазина, «Вятские продукты» пользуются популярностью у москвичей и быстро раскупаются. В эфире «Экономика». Почти 500 тысяч рублей стоит украшение одного района Кирова к Новому году. Еще не все новогодние украшения убраны, а в Кирове уже начали готовиться к следующим праздникам. На сайте госзакупок опубликовали два аукциона на новогодние украшения города к 2025 году. Подрядчикам предстоит установить елки и световые фигуры в двух районах города. В Нововятском поставить нужно будет 6 елей до 29 ноября. Начальная цена контракта – 488 тысяч рублей. В Октябрьском районе Кирова подрядчику предстоит установить 7 искусственных елей. Заплатить за это готовы 468 тысяч. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова